Зато за мир улыбнись, малыш, здоровье, бездна, танцы без перекура – лишь часть событий, которые организовал волонтёрский клуб «Инсайт». В этом году ему исполнилось 15 лет. За это время активисты успели поучаствовать во многих городских и всероссийских акциях. Григорий Крайнев пришёл сюда студентом. Тогда он ещё не предполагал, что добровольчество станет его основной деятельностью. Со временем «Инсайт» пополнялся активистами разных возрастов. Больше года назад Григорий стал руководителем. Изменился, так скажем, возрастной состав. Если раньше, когда я начинал был волонтером, в основном это были студенты, то сейчас это не только студенты, присоединились ещё школьники и работающие люди. Совместно с другими организациями города волонтёры проводят праздники, флешмобы, субботники и сборы средств. Совместно с клубом «Инсайд» мы организовывали акцию «Зато за мир». В рамках Дня солидарности и борьбы с терроризмом мы привлекли волонтёров из клуба «Инсайт» и своих волонтёров-студентов. Провели, скажем так, подготовку от А до Я и изготовление символа голубь мира. Для активистов «Инсайт» стал не просто клубом добровольчества. Это площадка, где ребята могут развить свои организаторские способности, творческий потенциал, найти новых друзей. Ульяна Скородумова в клубе всего год, но уже успела набраться опыта во многих волонтёрских направлениях, поучаствовать в профильной смене. У всех очень много проектов, которые выиграли гранты, много других каких-то инициатив, и все ребята перспективные. И «Инсайт» – это прекрасное место не только, чтобы волонтёрить, а чтобы найти здесь друзей, найти здесь себя, своё хобби. Елена Севцова стала активистом клуба с момента его создания. Пять лет работала руководителем. Изначально «Инсайт» занимался пропагандой здорового образа жизни. Позже стал развиваться и в других направлениях волонтёрства. Работу в клубе девушка вспоминает с теплом и трепетом. Начиналось развитие и в событийном волонтёрстве. Плюс очень тесно мы взаимодействовали с организацией «Лотос». Это клуб для людей с ограниченными возможностями. Были и совместные вечера, и совместные акции. Очень крупный совместный проект. И тем самым мы, получается, углубились в инклюзивное волонтёрство. По словам девушки, для каждого участника «Инсайт» становится второй семьёй, где всегда рады встречам, всегда можно найти поддержку своих инициатив. В период строгих ограничений клуб приостанавливал свою работу. Сейчас волонтёры снова начали активно участвовать в жизни нашего города. Готовить много всего полезного и интересного для саровчан. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.